Здравствуйте, мои дорогие друзья! Меня зовут Ирина, и вы на канале «Разговорный немецкий». И сегодня я выполняю просьбу одного из моих зрителей, и в частности я составила диалог о том, как регистрировать автомобиль. И, естественно, к этому составила определенные слова, записала, которые необходимо выучить. И вы услышите еще два диалога. Один диалог – разговор с соседом, в котором вы будете использовать всю эту терминологию. И дальше уже непосредственно разговор в том месте, где вы будете регистрировать этот автомобиль. Ну, еще покажу, какие документы, которые, в общем-то, здесь используются в Германии, которые вы получаете при покупке автомобиля. Итак, поехали! Тема называется по-немецки «Ein Auto anmelden». «Anmelden» – это значит «зарегистрировать». Первое слово – «die zulassungsstelle» – это слово означает как раз то место, где вы регистрируете автомобиль. «Der Halter» – «Halter» означает «человек, которому пролежит этот автомобиль» или «владелец автомобиля», «Halter». То есть «Halter» – это, может быть, еще владелец собаки и так далее. В данном случае «Der Halter» – это владелец автомобиля. «Die Übergabe» – это передача, допустим, передача автомобиля. «Der Führerschein» – права. «Der Fahrzeugschein» или «Zulassungsbescheinigung 1». Те, кто живут в Германии, естественно, слышали эти слова. «Der Fahrzeugschein» – это документ, который нужно постоянно носить с собой вместе с правами. И в нем указаны, в общем-то, все основные даты, которые касаются автомобиля. И, в частности, там указано также, когда первый раз автомобиль выехал на дорогу, то есть «Zulassung» к «Ив». Дальше там указано также, когда вам нужно проходить следующий контроль автомобиля, и так называемый «Тюв». Кроме того, все остальные данные, связанные непосредственно с автомобилем, то есть мотор, дальше, допустим, номер машины и так далее, номер мотора, очень часто там информация. В общем, различные информации технические. «Der Fahrzeugschein» – это, я думаю, тоже вы знаете его. Или сейчас называют «Zulassungsbescheinigung 2». Ну, в народе сейчас до сих пор говорят «Fahrzeugschein». Что это означает? Это тоже документ, который вы получаете с приобретением автомобиля. И обычно он у вас хранится дома среди документов, то есть его не берут с собой. «Fahrzeugschein» – это, в общем-то, документ, который подтверждает то, что вы являетесь владельцем этого автомобиля. И, допустим, если вы берете автомобиль в кредит, то в этом случае чаще всего вот этот вот документ остается в банке до тех пор, пока вы не выплатите полностью кредит. Следующее. «Dfahrzeugschein». «Папиры». «Fahrzeugпапиры» – это документы непосредственно, которые относятся к автомобилю. Следующее. «Die Kfzversicherungsbestätigung» или «EVB-Luma». То есть, когда вы покупаете машину, то в этом случае необходимо заключить сразу страховку. Но обычно это длится долго, пока вам придут все документы. И обычно ваш страховой агент передает вам непосредственно, допустим, вот этот вот номер вашей страховки. И вот этот новый номер страховки называется «EVB-Luma» и называется «Kfzversicherungsbestätigung». То есть, вы должны обязательно это дать, когда вы будете, допустим, регистрироваться в автомобиль. «Das Autokennzeichen» или «Nummerschilder» – это непосредственно номер автомобиля, который вы получаете. Или дальше «Die Gebühr» – это как пошлина, которую вы оплачиваете. «Anmelden» – это регистрироваться. И «Unterschreiben» – это слово означает «подписывать». Вот, в общем-то, основные слова, которые необходимо знать, если вы, допустим, собираетесь покупать автомобиль. Ну, теперь для вас диалог. Это разговор с соседом. И диалог я назвала «Welche papiere brauche ich?» Какие документы мне нужны? Или бумаги. Папиры, бумаги. «О, ты hast ein neues Auto gekauft?» «Да, aber ich muss noch mein Auto bei der Zulassungsstelle anmelden. Hast du eine Kfz-Versicherung abgeschlossen?» «Да, я habe schon eine EVB-Nummer bekommen. Мой Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief habe ich auch dabei. Ist dein Auto neu oder gebraucht?» «Gebraucht». «Дann musst du noch einen TÜV-Nachweis mitnehmen. Den habe ich. Und meinen Ausweis auch. Jetzt brauchst du noch viel Geduld und viel Zeit. Ja, ich rechne schon damit, dass ich eine Lade-Warteschlanne anstehen muss. Für heute Nachmittag habe ich frei genommen.» «Ну, теперь разберем этот Dialog. Уже слова, некоторые вы уже услышали. «О, ты купил новый автомобиль?» «Да, но мне нужно еще свой автомобиль зарегистрировать в регистрационном бюро». «Hast du eine Kfz-Versicherung abgeschlossen?» «Ты уже заключил страховку на автомобиле?» «Да, я уже получил номер страховки и мои регистрационные документы у меня тоже с собой.» «Дann musst du noch einen TÜV-Nachweis mitnehmen. Тогда тебе нужно еще и документ о техническом контроле принести с собой. Den habe ich. Und meinen Ausweis auch. Его, он у меня есть. И также мое удостоверение личности. Jetzt brauchst du noch viel Geduld und viel Zeit. Теперь тебе нужно много терпения, много времени. Ja, ich rechne schon damit, dass ich eine Lade-Warteschlanne anstehen muss. «Да, я уже рассчитываю на то, что мне придется стоять долго в очереди». «Für heute Nachmittag habe ich frei genommen?» «На сегодня после обеда я отпросился с работы». Почему, в общем-то, здесь говорится о том, что нужно будет стоять долго в очереди? Обычно это всегда процесс длительный. Сейчас там пытаются это модернизировать, то есть получают где-то талончики, потом ждут, пока вас вызовут. Но, в принципе, очень часто приходится долго ждать, и процесс действительно затягивается. Это может действительно занять для вас часа 2-3, а то и дольше. Ну, теперь переходим к второму диалогу. Второй диалог называется «In-de-Zulassungs-Stelle». Это непосредственно то место, где вы будете регистрирует автомобиль. «Гуден Tag!» «Гуден Tag!» «Ich möchte mein Auto anmelden». «Ист das Auto neu oder gebraucht?» «Gebraucht!» «Dann brauche ich Ihr Fahrzeugpapier, eine EVB-Nummer von der Versicherung und Ihre Bankverbindung für ein SEPA-Mandat, Einzugsermächtigung zum Einzug der Kfz-Steuer. Hier, bitte!» «Сie müssen noch 26 Uhr Anmeldegebühr zahlen. Die Kasse ist im zweiten Stock. Die Nummer-Schilder kaufen Sie draußen um die Ecke. Hier ist die Quittung und die Schilder. «Unterschreiben Sie hier und hier. Auf Wiedersehen!» «Auf Wiedersehen!» «Ich möchte mein Auto anmelden». «Ich möchte mein Auto anmelden». «Ich möchte mein Auto anmelden. Ist das Auto neu oder gebraucht?» «Auf Automobil neu oder поддержend?» «Gebraucht!» «Pardежend!» «Dann brauche ich Ihr Fahrzeugpapier, eine EVB-Nummer von der Versicherung und Ihre Bankverbindung für ein SEPA-Mandat, Einzugsermächtigung zum Einzug der Kfz-Steuer. Вот это предложение сложное, но вам это могут действительно сказать. Мне нужны ваши документы на машину, Fahrzeugpapiere, eine EVB-Nummer von der Versicherung, это номер страховки, und Ihre Bankverbindung für ein SEPA-Mandat, ваши банковские данные, FÜAN-SEPA-Mandat. SEPA-Mandat – это документ, который вы обычно заполняете, это формуляр, и подписываете, что вы соглашаетесь на то, что с вашего счета будут постоянно снимать деньги, допустим, в данном случае на налог. То есть это здесь делается автоматически. Вы сразу подписываете вот этот так называемый SEPA-Mandat. То есть вы даете разрешение на то, чтобы с вашего счета снимали деньги за налог на автомобиль. И еще называется, еще второе название специально написала Einzugsermächtigung. То есть вы как бы позволяете снимать с вашего счета деньги. И там дальше на «Zum Einzug» – это снятие der Kfz-Steuer, налога на автомобиль. Hier bitte. Здесь, пожалуйста. Вам еще нужно заплатить 26 евро за регистрацию. Die Kasse ist im zweiten Stock. Kasse находится на втором этаже. Die Nummer-schilder kaufen Sie draußen um die Ecke. Номера на машину, или еще можно сказать «кэнцайфен». Купите вы за углом. Здесь очень часто можно услышать «autокэнцайфен» или «nummer-шильдер», то есть народы тоже так говорят. Hier ist die Quittung und die Schilder. Здесь квитанция и номера. Unterschreiben Sie hier und hier. Подпишите здесь и здесь. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. До свидания. До свидания. Ну, еще мне хотелось вам показать, как непосредственно выглядит Zulassungsbeschainigung 1 или его еще раз называют Fazzeugschein за старое название. Здесь, обратите внимание, здесь, в общем-то, указан номер вашего автомобиля и дальше указана обычно фамилия, имя владельца. Дальше указаны здесь также, когда вы проходили последний раз технический осмотр, когда вам нужно его проходить. И, допустим, когда первый раз выехал автомобиль на дорогу, здесь написано Zulassungs 25.05.1994 года. Потом Hechtel Anuma – это номер производителя. Потом дальше Tube Schlussel Anuma – тоже важные цифры, которые вот непосредственно можно определить владельца автомобиля и так далее. Дальше название автомобиля – Opel, допустим, Astra и так далее. Дальше, что это за автомобиль, какой используется, какое топливо, бензиновый автомобиль и так далее. Можно узнать, допустим, количество мест в машине – это опять. В общем, вся информация, которая связана непосредственно с владельцем машины и технической информации здесь находится. И еще раз повторяю, вот этот вот Fatsok Schein нужно всегда носить с собой. То есть, если вас ценовит полиция, то обычно говорит, требует права и требует непосредственно этот документ, что вы действительно являетесь владельцем машины. Fatsok Schein и обычно требует Führer Schein. Ну и последнее. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь моим видео со своими друзьями. Кроме этого, у меня есть второй канал, в котором я рассказываю о Германии, о нашей жизни в Германии и так далее, о событиях, которые здесь происходят, о поездках по Европе, по России. Мы были недавно в России, если хотите, посмотрите. Если вам понравится мое видео, я буду рада, если вы останетесь там. Ну и, естественно, здесь не забудьте нажать на колокольчик и там тоже на колокольчик там будут приходить извещения о том, что вышло новое видео. А теперь до новых встреч и пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»